Святым Владимир Святославович Киевский князь по прозванию Красное Солнышко стал во второй половине XIII века. Впрочем, нет сомнений, что и сразу после крещения в православии в 988 году современники правителя решительный шаг к князю оценили высоко. Благодаря его выбору, его личному выбору, все мы сейчас имеем величайшую радость. Наследует Царство Небесное через приобщение к Церкви Христовой, к православной Церкви. Именно он избрал веру православную как главенствующую веру нашего Отечества. Мы, потомки святого князя Владимира, должны приложить все усилия, чтобы эту святую веру сохранять в чистоте, сохранять любовь друг к другу, потому что любовь – это и есть самая главная заповедь в законе Христовом. Мы все единая неделимая Русь. И в юрисдикции Русской Православной Церкви находится и Белорусская Православная Церковь, и Украинская Православная Церковь. Все мы едины, братья-славяне. К сожалению, мы видим в современности, что не все так хорошо, не все так гладко, как хотелось бы. Но мы знаем, что Бог наш есть Бог-любовь. А противник Бога – Антихрист. Он все сделает для того, чтобы разрушить эту любовь, особенно между братскими народами. Поэтому мы должны быть мудрыми в этой ситуации, горячо молиться за наших братьев. Ну и, конечно, по возможности не только молитвенно помогать, но и всем тем, что у нас с вами есть. Со временем личность Владимира о покрещении Василия обросла легендами, как и обстоятельства выбора именно православной ветви христианства среди монотеистических религий. Одно точно – 10 веков назад именно этот человек направил молодое государство на совершенно особый путь. Помнят ли об этом потомки? Роднопостольный князь Владимир, чем он прославился? Тем, что крестила Русь нашу тысячу лет назад. Православие стало основной нашей верой, изменило вообще всю историю, язычество ушло. Вы помните, в каком году это было? В конце 10 века, в 960... А где это было, помнишь? В Киеве. Чем он прославился, знаете? А где это происходило? Это Украина. Чем он прославился? Нет, извините. Он крестил Русь. Не помните, в каком веке это было и где это происходило? Это вы с утра решили тут. А в школе вы не изучаете? Я не местная. А я давно училась. Нет, к сожалению. Может быть, вы знаете, чем он прославился? Ой, ребята, ну история наша, Русь и все прочее. По крещению Руси. Он первооснователь православной веры, правильно? Да, он крестил Русь. Да. А может быть, помните, в каком это веке примерно было? Сколько лет назад? В каком году? В 1925-м... В 1915-м. Ровно сто лет назад, да? Правильно? Почти тысячу лет назад. А, почти тысячу лет назад. А где это происходило, может быть, знаете? Ну, это в Киеве, в Киевской Русь. Оттуда пошла, да? Правильно? Часто можно слышать об ангажированности повести временных лет, которые восхваляет князя. И география колыбели русского православия в Корсуне представляется многим сомнительной. Тут широкое поле исследований для историков. Важнее, что перенесенное святым равноапостольным князем Владимиром православие стало для славян источником не только вероучительной истины, но и просвещения. Принятая религия ввела русское государство в принципиально иное политическое пространство. И навсегда осталось в самосознании каждого русского человека важной составляющей. Ведь от истории своего народа, от национальности, как и от себя, не уйдешь. Елизавета Макеева, Елизавета Семерякова, Денис Лесиков, Истранет ТВ.